Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания и предлагаю вам связать капор модель и снимаем мерки первая мерка это длина от основания шеи здесь у нас основание где челюсти начинается и смотрим какой длины мы хотим иметь модель до основания так что было свободненько но не очень рыхло 43 мы берем 44 длина 44 делим на 2 потому что половина головы вторая мерка ширина 36 длина ширина следующий мерка объем головы по верхней части для того чтобы определиться с общей шириной капора так что проходила голова 50 нижняя часть назовем ее манишкой я делаю по длине сантиметров 10 от основания шеи до края полотна 10 сантиметров и высота лица так вот где-то 13 сантиметров строим выкройку и делаем расчет в программе книг стайлер начинаем с точки половина объема головы в сторону высота 10 и 44 деленное пополам то есть 22 дальше здесь у нас лицо у нас помните высота лица 13 значит 13 и утрена находим середину 25 деленное на 2 но это 22 с половиной находим середину шапочки 25 здесь у нас расстояние 25 25 деленное на 2 это 12 с половиной и наверх 22 . от этой точки мы можем прорисовать закругление и и соединяем одну точку и полученную минус 3 минус 3 который мы здесь отложили это примерная мерка для того чтобы вывести закругление шапочки можно немножко опустить и будет вот такой кружочек для того чтобы шапка не была грубая грубая квадратная дальше середина лица ищем середину лица это 13 13 делим пополам 6 с половиной и помните у нас по вот этой вот мерки вот здесь 36 деленное на 2 18 сантиметров то есть здесь у нас длина 16 с половиной откладываем наверх 16 с половиной и 36 деленное на 2 18 в сторону минус 18 соединяем точки это лицо на самом деле у нас будет еще планочка поэтому минус 2 2 сантиметра 2 в сторону минус 2 вниз и 2 наверх новая линия можно делать можно не делать на самом деле потому что это зависит от того какого размера планку вы собираетесь выполнить вот планочка 10 сантиметров вниз все у нас собственно готовы вот эти все точки лишние точки убираем лишние линии убираем прорисовываем все недостающие фрагменты и выполняем вторую часть вот таким образом у нас будет провязана наша шапочка так она будет выглядеть так но для того чтобы спокойно можно было провязать уберем половину выкройка готова все теперь эту шапочку можно идти и вязать на вязальной машине смотрим в рисовании что она у нас получилось подставляем петельную пробу и выводим на вязание итак мы набираем с вами 129 петель провязываем 10 сантиметров это 60 сколько 34 ряда убираем петли для того чтобы провязать лицо по расчету делаем сначала убавки потом прибавки доходим до скругления провязываем одну сторону по расчету возвращаемся разворачиваем выкройку и провязываем вторую сторону по этому же расчету вот таким образом очень просто и быстро строится наша шапка приступаем к вязанию выполняем набор петель отделочный цвет у меня отделочный цвет является более серая пряжа и выполняю обвивы через иглу провязываем надеваем полученные протяжки с которых мы начинали обвивы тоже через иглу соединили гребенку заменили цвет и провязываем основным цветом у меня это светло-серый до двадцатого ряда теперь часть петель мы пересадим на вторую игольницу для того чтобы стянуть на затылке и немножко полотна иначе может быть мешок на шее сзади если у вас нет второй игольницы вы можете провязав основное полотно просто поднять его механически лицевыми петлями у меня есть вторая игольница поэтому 20 и 20 центр пересаживаю на вторую игольницу и довязываю до начала планки на резинке плотность на передней игольнице можно поставить потуже я ставлю пятерку для того чтобы была стяжка на основной остается плотность рабочая и довязываю до начала убавок по лицу это 40 ряд то есть 20 рядов провязываю на резиночке вязали возвращая петлю на место еще раз если у вас нет второй игольницы довязываете до начала оформления лица и поднимаете петли вручную а дальше все просто у нас есть расчет сейчас на сороковом ряду осталось чуть-чуть видите провязать 3 рядочка и начнутся убавки и провязываем четко ориентируясь по указаниям программы ряд на сорок третьем минус 2 с правой на сорок четвертым минус 4 слева и так далее то есть мы вывязываем вывязываем доходим до макушки убавки оставляем петли левой стороны на иглах провязываем верхушку закрываем возвращаемся на исходный ряд меняем положение провязываем вторую деталь и закрываем полотно таким образом мы с вами вывязываем всю шапочку убавки буду выполнять самые обычные косичкой либо деккером так раз два три сорок третий ряд убавка пока их мало можно выполнять деккером мне нужно убрать две петли петли раз первая вторая чтобы не стягивать провязали и оттянули кончик можно провязывать если оттянете убавленные петли они не будут вам мешать провязывать полотно не будут подтягивать и лезть в каретку переходим на вторую сторону и там выполняем убавку другого количества петель по указаниям программы пока и тут в так и так и Продолжение следует...